куда не пойдешь в любую сторону города ты упрешься в речку затем мостом на мост на киева идет это речка ингул впадает в южный бух и получается город отделен всего остального этими двумя речками по сути дела это полуостров вообще соединен только двумя мостами один мост идет на киев второй мост который мы видим он идет на одессу мосты постоянно были разведены и заминированы мы когда разводили этот мост мы делали фотографии писали хера вам они одесса даже когда нас наступали ну нам как бы отступать бежать некуда было это был февраль-март месяц в это время преодолеть водное препятствие которое мы видим это двухкилометровая река ну практически невозможно с любого дрона с любой там аэросъемки это видно что это частный сектор просто сюда даже не везде и проедет какая-то техника допустим и вот этот вот район один из первых накрывали кассетными боеприпасами то есть до этого мы вообще не видели их применение понятно что это ракета взрывается в воздухе разлетается падают такие небольшие баночки похожие чем-то вот на пивную баночку они разлетаются на массу массу осколков сейчас посмотрите как как это все выглядит она разлетается на тысячи тысячи вот таких вот штук вот она с той стороны упала и сюда это все летела и пробивает даже швеллер на котором крепится этот забор там стоит машина которая вся полностью тоже изречечена и колеса пробиты все если от тех каких-то там артиллерийских боеприпасов идет разлет 30 градусов то есть если ты упал допустим ну хотя бы от самого места попадания там я не знаю в 20 метрах то тебя и ну если ты лежишь осколками не заденет а здесь допустим из-за того что она не сильно глубоко разрыв очень низко идет разлет самих осколков бывает на уровне буквально 3-4 сантиметра от земли то есть даже если человек упал его фактически может достать осколками поэтому все люди когда говорят воздушная тревога или ракетная загроза надо прятаться именно в подвале это единственное спасение до подвала она не достает если человек находится 2 2 стены закрыта в принципе стиль 2 стены она не пробивает в основном все после этого постарались повыезжать отсюда но есть люди которые остались до сих пор тут живут добрый день лукич вот лукич присутствовал здесь когда были эти обстрелы это через две дачи пролетела оттуда что понимает это пролетел одну дачу вторую и вот таких вот дырок 16 штук вот а вот они насквозь то есть она пробила там и долетела аж до сюда то есть довольно таки на большое расстояние ну он кошка целая в четырнадцатом году был самообороне города николаева стоял на блокпостах не было никакой но вот тогда помните по всей украине когда власть сбежала со мной и городов было и у нас такое эти партии регионов думали что их вообще там на столбах будут вешать это потом они повозвращались в город давид арахами я тогда был просто предприниматель в нашем городе приезжал нам покупал там покушать и бронежилеты кстати табличка стояла тут чуть ли не старейшее дерево в нашей области вот это вот видишь дерево целое осталось здание посносило дерево целое в конце марта 29 марта нанесли ракетный удар это было рано утром повезло что не все люди были на работе взрывная волна была такой силы со всех соседних домов на несколько квартала вниз по выносила окна двери с 27 числа я непосредственно уже был старшим офицером управления бригады мы уже тогда выполняли задачи стояли на блокпостах охраняли периметр города выезжали когда нам сообщали где-то на дрг наши подразделения находятся на 2 на 3 линии местами даже на первой линии обороны у нас большинство батальонов участвовали в боевых действиях есть и 200 и 300 и то есть непосредственно встречали людей уничтожали технику противника поэтому вот как-то так февраль 22 года я вообще думал что это начнется раньше у меня трое детей младшему ребенку меня три с половиной года я понимал чему это все и ведет и поэтому мне надо было обезопасить свою семью я не был на тот момент кадровым офицером вывез в общем загайсен машина загружена этими вещами жена и плачет кричит вывези нас на границу я вышел с машины дал ей ключи и все кино я по гражданке стою просто написал на картонке вот просто на заправку еду бы ты ворога это же февраль месяц 20 какое 25 получается февраля вышел с этой табличкой стал просто на дорогу мимо меня такой поток транспорта в два ряда идет на западную украину я как идиот один с этой таблички стою в ту сторону не столица обжечь аллах и видно никогда не хотел уехать города николая ты знаешь одесса мне не нравилось грязный когда в харькове учился в танковом институте не обидеть харьковчан тоже мне мне все время хотелось вот именно домой в николаев не за я очень сильно люблю свой город наверное патриоты города у нас есть свое море есть очаков есть рыбаков когда это не такие раскрученные курорты ну и слава богу а